О скидках на контракты в вузах Кыргызстана говорят не первый год. Министерство образования и науки дало пояснение студенческому сообществу страны, согласно которому снижения стоимости обучения не будет. В республиканском бюджете на 2020 год на содержание подведомственных Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Организации высшего профессионального образования предусмотрено 5 млрд 108 млн 600 тысяч сомов. Специальные средства 4 млрд 518 млн 800 тысяч сомов или же 88,5% от общего бюджета. То есть основным источником финансирования вузов являются контрактные средства. В Кыргызстане насчитывается 68 высших учебных заведений, где обучаются 1 млн 200 тысяч студентов. 85% из общего числа получают образование на контрактной основе. Средняя стоимость обучения в вузах составляет порядка 28,5 тысяч сомов. 76% из них уходит на оплату труда сотрудников. Еще около 22% на текущие расходы. И только 1,4% идут на укрепление материально-технической базы. В настоящее время студенты производят оплату за обучение поэтапно. К примеру, Кыргызская государственная медицинская академия имени Ахумбаева в месяц расходует порядка 35 млн сомов. Стоимость контракта в этом вузе варьируется от 28 тысяч сомов для студентов из Кыргызстана и более 200 тысяч сомов для иностранных. Следовательно, в случае скидок на контракты образовательное учреждение не сможет покрыть свои расходы. Я понимаю трагедию родителей, которые сейчас не могут оплатить. Но мы идем навстречу. И многие родители, понимая ситуацию, оплачивают поэтапно. Не сразу же всю сумму, а допустим по 2 тысячи, 3 тысячи. Но я вам заверяю вас всех, что в принципе самое дорогое в жизни – это, конечно, жизнь человека и потом образование. Особенно образование медицинского вуза. В связи с пандемией с марта 2020 года обучение в Кыргызстане было переведено на онлайн-формат. В этом году вопрос перехода на традиционную форму обучения пока не на стадии рассмотрения. Рекомендуется предусмотреть разделение больших групп так, чтобы в одной аудитории находились не более 15-20 студентов при условии соблюдения социальной дистанции. Принять меры по минимизации общения студентов во время перерыва. Не допускать скопления студентов в коридорах у входа в здание и аудитории. Не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов. Проводить среди студентов работы по соблюдению мер профилактики COVID-19 лекции, видеоролики, материалы могут быть размешаны на сайтах университета учебно-образовательной организации. Для студентов-граждан зарубежных государств, которым не восстановлены авиаперелеты или неоткрытые границы, организовать обучение в удаленном режиме. Организовать допуск студентов-граждан зарубежных государств к учебному процессу при наличии результатов обследования на COVID-19. Отмечено, что в весенний семестр студенты старших курсов и магистранты с февраля начнут по традиционной форме обучения. В то же время студенты всех курсов медицинских вузов перейдут на оффлайн обучение.